Субтитры создавал DimaTorzok Dota 2, League of Legends и карточная игра Hearthstone. Вплоть до самого события команды и одиночные игроки будут проводить между собой отборочные, поэтому на Sunrise Challenge зрители увидят только финальные матчи, где участники будут бороться за внушительные денежные призы и сувениры. Кроме того, параллельно крупным соревнованиям для гостей пройдут и турниры в формате 1 на 1. В целом же программа фестиваля будет предусматривать различные косплей-шоу, развлекательную программу и интерактивные зоны. Футбольный клуб «Луч Энергия» приступил к сборам в Турции. Команда уже провела первую тренировку в городе Белек. В расположении главного наставника Константина Емельянова оказались все футболисты, кроме Алексея Грицаенко. Как ранее и сообщалось, защитник «Желто-синих» отправился на просмотр в футбольный клуб «Амкар». У Грицаенко есть предложение от разных клубов. Что с ним будет дальше, сказать не могу. Рябко? Он в команде. Правда, ему еще предстоит реабилитация, так что подготовку Алексей начнет по индивидуальной программе, но ближе к концу сбора. Возможно, вольется в общую группу. Замечу, что официально на данный момент никто не изъявил желания покинуть команду. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Напомню, что единственной возможной потерей для «Луча» сейчас считается 22-летний Грицаенко, который благодаря своей игре получил интерес от клубов премьер-лиги, таких как «Амкар» и «Спартак». Стоит отметить, что еще в конце 2016 года защитник команды Антон Пескунов рассказал, что из-за финансовой нестабильности у «Луча» есть риск потери многих игроков в зимнем перерыве. Турнир «Рэдбулл. Шлемы Краги» состоится во Владивостоке. Серия хоккейных соревнований необычного формата 4 на 4 пройдет в этот раз в 8 городах России и не обойдет стороной приморскую столицу. На традиционный турнир во Владивостоке уже зарегистрировалось более 30 коллективов. Такой ажиотаж не случайен, ведь правила таких соревнований довольно просты и увлекательны одновременно. Всего предусмотрено 6 игроков в команде. Игра идет на время по схеме 4 на 4 при полном отсутствии вратарей. Рамку здесь заменяет небольшая конструкция со специальными отверстиями, куда и нужно вогнать шайбу. Каждая игра проходит в 2 периода по 15 минут. Если же основное время заканчивается в ничью, назначается серия пенальти. Команды совершают по 3 броска с середины поля. Стоит отметить, что победители городских этапов примут участие в национальном финале, который состоится в конце февраля. Сам же Владивостокский турнир пройдет 28 января на стадионе «Строитель». Первые игры начнутся уже с 8.30 утра. Максим Яковлев, новости спорта на 8.